Друзья мои, всем приветики! Всех приветствую! Решила включиться. Занимаюсь, девочки, готовкой. У нас сегодня чудесная погода. Мы нагулялись. Пришли. Вчера доставало мясо. Фарш у нас подзакончился. Я говорю, надо заниматься заготовками. Надо намолоть фарш. Муж уже намолол один салатник. Большой мясо капустный. Фарш будет... Сейчас надо начистить много-много лука. Еще намолоть фарш. Поставила варить. Хочу макароны сварить. Макарошки, супчик. Макарошки достала. Достала помидоры, девочки, молотые. Какая красота все-таки, когда что-то есть у тебя в морозилочке. И в погребке. Достали он огурчиков тоже. Салатик, вареница. Ой. Погребались, сходили. Погуляли с ребятишками. Я говорю, давай. Будем заниматься. Обед надо готовить. Тесто немножко оставалось со вчерашнего дня. Вчера. Вчера не было, девочки, видео. Вчера не снимала ничего. А что мы вчера? День пролетел туда-сюда и незаметно вареники стряпала, тыквенные. Тоже тесто замешивала. Немножко вот осталось. Планировала. Планировала, девочки. А вчера, значит, все планирую и планирую. Вчера собирала рюкзак. Собрала один рюкзачок. Покупали в светофоре рюкзак. Показывала, девчонки, тогда. В общем, неплохой рюкзачок. Он мне так понравился. У него дно увеличивается. В общем, вчера сложила в этот рюкзак подарки. Все, что у меня подарит, сложено в этот рюкзак. Покажу потом. Так что, пакуем чемоданы. Огромное спасибо, девочки, за комментарии. Писали. Такие интересные комментарии люди пишут. Кто-то не дает добро на поездку. Так, не бегай, не балуйся. Закрой дверь у шкафа. Смотри. Дверьку закрой, пожалуйста. С ребятишками. Куда? Странная женщина. Девочки, жизнь одна. И живешь так, как ты хочешь. Отлично. Я живу так, как мне нравится, так, как я хочу. Никого не слушаю никогда. Да, к дельным советам нужно прислушиваться. Можно прислушиваться. Но, опять же, у каждого свое мнение. Для кого-то это дельный совет, а для кого-то нет. У каждого свое мнение. Да, кто-то живет своей головой. Кто-то любит прислушиваться к чужому мнению. Для кого-то чужое мнение это важно. Для меня чужое мнение, девочки, абсолютно не важно. Никогда не слушала никого. С детства. С детства имела всегда свое мнение. На все. Так что я считаю, что это нормально. Так что поедем. Билеты куплены, девочки. Ну, как мне ехать? Кто-то говорит, не надо ехать. Тут муж один съездит. Что значит муж один съездит? Ну. Мы приглашены всей семьей. И мы собрались. Собрались, девочки. Я не думаю, что как-то ехать на поезде страшнее, чем на машине. Ну, не знаю. Там же написали. За козами же ездили. Да, девочки, за козами ездили. Красота. Все, дети маленькие в машине спали. Здесь тоже самое. Сядем. И еды чемодан наберем. Надо вот заранее сейчас фаршу намелим побольше. Побольше, побольше, девочки. Я в такие поездки в дальние, тем более с маленькими детьми, мы не ездили. Я приблизительно представляю, как это все. Потому что, ну, одна-то как бы я ездила. Вот. Но не на поезде. Ну, на электричках, на чем мы ездили. Да, на машинах. Как-то так вот. А с детишками, конечно, я не боюсь. Мне не страшно. Потому что есть мамки, которые трясутся. Страшно, да, что вот там болеют, тут болеют. Девочки, везде можно заболеть. Мы вон сходили в поликлинику. И кто писал, что вы по магазинам таскаетесь. Мы с детьми по магазинам в тот день не таскались. Мы зашли в фикс прайс. Абсолютно не было никого. А в больнице, в поликлинике мы пришли. Там чихают. Там кашляют. Там куча-куча ребятишек. И, конечно же, мы засопливили. Первый день дети почихали. Потом у нас были сопельки. Все. Все прошло. Слава Богу. Так что заболеть можно хоть где. А можно всего бояться. Можно сидеть дома. И, как говорится, никуда не выбраться. Кто написал, что съездить можно летом. Девочки, летом Толя к нам сам приезжает. Он приедет летом сам. Зачем нам ехать летом туда? Зачем? Ну, у нас вот так. Летом, тем более, огороды. Начинаются. То, что мы никуда не выбирались. У нас, девочки, не было возможности выбраться. Потому что я уже рассказывала, да? До этого. То скотина, скотину ни с кем не оставишь. Ни на кого, девочки, никогда не бросишь скотину. В этот раз у нас осталось две козы, две собаки и три кошки. И то, ой, глаза заело. И то их всех надо кормить. И, конечно же, остается свекровь. Вот. Кто написал, что это сложно, ничего сложного нет, девочки. Ничего сложного нет. Когда человеку все легко, это все легко дается. Никаких сложностей абсолютно. Сложно, когда у тебя стадо скотины, ты живешь в деревне, у тебя нет газового отопления, печное, к примеру, да? У тебя там несколько гектар земли, у тебя куча детей, к примеру, я так, да, говорю. Тогда, наверное, очень-очень сложно. А так нет. Жизнь прекрасна и удивительна, девочки. Так, ну что, у меня там вода закипает, наверное. Хочу детям супчик с фрикадельками сварить. Надо сейчас поджарочку сделать. Тесто тут совсем чуть-чуть. Так что сейчас надо вот это вот все поубирать, освободить. Это у меня тут целая чашка. Это будут мясо капустные вареники. Тут муж еще подмелит. И будет у нас просто фарш. Просто фарш на пельмени, в общем. Так, ладно, пока отключаются. Надо все поубирать. Готовлю, девочки, детям супчик. Супчик, супчик. Покупала вот такой вот геркулес. Девчонки, что-то я как-то в нем разочаровалась. Но в супчик пойдет, в общем. Ты ел эту кашу-то? Пробовал? Овсяные хлопья? Да, конечно. Нам показалось, что похоже что-то как-то на перловку. Подтушиваю немножко морковку. С лучком, с помидорками. Супчик у меня с фрикадельками. И с геркулесом будет. Да? С геркулесом. Геркулес. Кого ты делаешь? С планочком. Не знаю, почему ты как варишь, как будто это похоже на перловку. Немножко еще. Ну вот. Дети мультики смотрят. Нагулялись. Наготовим. Смотри-ка, тут помощник помогал. Пока фарш молот. Хе-хе. Притомился, видать, парень. Фокус, фокус. Фокус, фокус. Тру-ля-ля. Да. Да? Будут варенечки у меня. Надо большой лоб. Надо взять. Стру-ля-ля. О-о-о-о. Да, очень. Причем. Красиво. Да? Раденько. Раденько. Как тут лежит? Тут немножко на раз Ну а вы где-то еще залежим Ева Девочка Так что ты все мясо измалил? Нет Еще? Что я делаю? Что мне? Ты кого тут делаешь? Бакостик кого делал? Давай я тебе дам чуть Ну вот Вчера думал я говорю Надо паршу намолоть побольше И Потом будем собираться в дорогу Немножко уже девочки Остается уже совсем чуть-чуть Скоро приедет Виталий на днях Сегодня у нас что 17 или 18? 18 вроде бы Воскресенье сегодня у нас сегодня Воскресный денек чудесный Погода хорошая И настроение прекрасное Ну что Нагулялись От вареников Мясо капустных настряпал Дорогу девочки Не знаю Думала два чемодана еды взять Как вы мне там писали Ну у меня же куплено два чемодана Один побольше Один поменьше Народ у нас много У нас 5 детей И мы с мужем Получается на 7 человек На 7 человек девочки Я не представляю сколько надо еды взять На два Два чемодана так хватит Ну я думала что я пельмени настряпаю Пару куриц В общем приготовлю Ну если ты ведро пельменей настряпаешь Вот так вот Детям маленьким считай надо отдельно Тоже питание В общем много всего надо Дорога у нас будет серьезная Так что оставайтесь с нами девочки Кто то уже написал что там Соседи по купе В общем стреляться от нас будут А че это от нас? Это мы будем стреляться от соседей по купе Почему? Ну ка че Я вообще думаю все нормально Вот соседи по купе Все таки ангелы едут Да люди едут еще и пьют в поездах Неизвестно что за соседи Мы тоже пиво возьмем Да будем пить еще дорогу Быстрее приедем И кормить его не надо Ну нам с тобой по крайней мере Семечек да орешки наберем Ну да Семечек да Ну ты как раз там на суше ваш этих Тыквенных то Побольше и бери сразу Ну да Ну Так че там у нас эти семечки это хорошая штука Неплохо семечки Орешки любят Ну орешки да На перекус орешков надо будет В общем Уже чем ближе тем больше начинаешь думать Хотя че думать Соберемся то поедем Сядем в поезд У нас все Все удобно Очень удобно И по времени И по Конечно По времени у нас вообще удобно Мы туда в 4 утра приезжаем Да Мы еще не приезжаем Мы еще отправляемся Когда отправляться будем Ну Не поздно Мы отправляемся Не поздно Не рано На скоростной электричке Отсюда до Екатеринбурга Все прекрасно Так что девочки не переживайте А то там уже начали переживать Так что все будет прекрасно Не ну хорошо что за тебя переживает Спасибо большое Ну что хорошо Ну все Я тоже за кого то переживаю Смотрю который раз тут Ну Так Что у нас тут Зажали Хотя надо конечно больше за своих переживать За своих За любимых За близких С подарками тоже девчонки Хочется Я говорю Хочется много и все И тоже Как представлю Что я представлю Ну вот я вчера собрала этот рюкзак Но Ты не видел кстати Я не показывала Отличный рюкзак Мне он понравился Я уж думала Еще один такой прикупить что ли В светофоре Они лежали по 800 чем-то рублей Так что Смотрим 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 Так Лук Он очистил Да зря Парш Этот без лука будет Что я делаю Что я делаю Потому что Его надо будет в морозилочку убрать Потом Потом будем доставать И добавлять Лук Ну я так думаю Так я думаю Так я думаю Немножко получилось У меня девочки вареников Здесь много-много фарша осталось По кулечкам наверное разложу Вареники Не знаю Стряпать не буду сегодня Здесь фарш Будет у меня просто фарш А здесь еще будет фарш с луком В общем У меня здесь Варятся Вареники Тут фарш Тушится Тут у меня Супчик с фрикадельками Для ребятишек Ну вот Достали салонину Девочки Такие вот у меня Помидорки Грю Господи помидорки Огурчики с капустой Это рецепт Наташа Прекрасный рецепт Девочки Капуста вкусная Можно ее Ну обычно Я из нее варю Супчик Вкусный супчик Получается И обалденный Салатик Такую банку большую Достали Литр восемьсот Салат Парамониха Офигенный салат У нас его Даня очень любит Прям баночку достает И баночка только в лед В общем На будущий год Надо больше делать Маловато Но огурчиков С помидорками Тоже конечно Маловато делала Но Что сделали То и съедим Так что вот Такие дела у нас тут На кухне Сейчас надо фарш Поубирать в кулечки И вареники уже снимать надо Скоро будем обедать Ну вот Сейчас мы этот Последний фарш Замешаем Он у нас получился Сочный С луком Аж чебуреков Или беляшей захотелось Здесь у нас Три кулечка Мясо капустного Просто фарш Ну вот Шесть кулечков Тут еще Будет И Замечательно Так Посолила Посолила Приправки Добавила Своей Любимой Я не знаю Я не знаю Что Замесить тесто Не замесить Что скажете На чебуреке На беляши то надо Дрожжевое делать А на чебуреке то 5 секунд Раз раз и все Ну вот Обед готов Вкус Будет Суп Вареники Кушать Огурчик Достать Я Что Последнее Время Больше Люблю Помидоры Конечно Но Огурчик Тоже Неплохо Саша капусты Доставать Будешь Я Буду Кусочек Вот Достану Даня Бери Огурчик Солененький Маринованный Огурчик Отличные Огурчики Сейчас Макароны надо сварить сразу Вода уже закипела Сразу И на обед На ужин На все Чтоб сварить И отрезаться И все Девочки Каждый день Надо что-то готовить Каждый день Что-то надо Выкомуривать Выдумывать Ну вот Слава Богу Хоть фаршу накрутили Так Котлеток Немножко сделала Положила В морозилку В общем Маленько Приготовили Остатки Сладкие Хреновины С майонезом Чё ты Суп А я ж налила У меня А чё Так это детям Пусть остыла Дома Чё Вареники 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 С капустой Да Супчик Угу Так что девочки Стряпайте вареники Супчик Ладно я Супчик Утром Оладушки Стряпала Оладушку вкусную Вареник с оладушкой Угу Да чё вкусные оладьи Обалденные Ну вот Время 2 часа А у нас обед Это Кто пишет что я вечно голодная Вечно голодная Кстати завтрак был 8 часов Да На перекус было пол яблока И Сейчас вот обед На ужин будут макароны Ой Да Сол Давай Подозвень Всё Фарш стоит Сейчас ещё тесто замешаю Чебуреков муж сказал Надо стряпать Надо Ну раз надо Так надо Куда девать Все Приятного аппетита Спасибо тебе Можно вот так пожалуйста Не 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 Это чё Ну вот как я так Такую целую Давай Это очень вкусно Это просто Изумительно Что-то бабки надо Бери Изумительно Наелся Ага Что говорят Не проживал вообще На здоровье Так что сейчас Покушаем И будем тесто замешивать Будем В кухне не вылезем Знать кому сегодня Ага Ну чё и выходной день Чё делать Погребались Погуляли Пообедали Девочки Сразу Почти сразу Приступаем Тесто замешивать Дети отдыхают Девочка уснула Матвейку тоже положили спать Уснёт не уснёт Отдыхай Отдыхай давай Просто отдыхай Хотя бы Да Мама тем временем Сейчас тесто намешает Чаёк ещё попить хочется Чаёк 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 Чебуреков постряпали Чебуречки Чебуречки Соль И вода И всё И замечательно Тесто Так Идёшь чё-то пить Иду Иду Дай мне Пожалуйста Чего я дай Нет Молодец Маморик Чаёк Чаёк Сделал Я тесто замешаю Так Торминию Да Нет Это я себе И потом сделаю Сейчас тесто замешаю Заливаем Заливаем Наше сбытненькое Прижитие Ну Побольше Ооп Немного До скорых За кад до 21 Чегоречки Чегоречки Короче, я тут прибавил Угу Даня, ты собаку накормил, ага Ну что, как Вкусно Протыкаться Да Чай, девочки, пьем Вот так у нас бывает всегда Немножко сделаем Шуток Чегоречки Ушел отсюда Чегоречки, друзья Я вам напекла Ты уже упадываешь, они ведь их испортят Ну кто здесь звонит? А, сына звонит Сынулька Мы только с ним болтали, я бы сына Уона Ну, о, картошка Ну-ка покажи Картошка, картошка, картошка Давай, смотри цена я думала мы с тобой уже все наболтались еще все показывается нуля тут картошки ты наберешь видео речи громко привет вот так подождите нуля по выбирай пока картошечку ты про это говорил что вот отличный рюкзак девочки шикарный рюкзак такой здоровенный прям это у меня рюкзак с подарками покажи виталий они виталий вчера видео отправлял здесь еще есть место да так что здесь нет никаких конфеток туда надо будет еще докупать сладости в общем я надеюсь что рюкзак не развалится и вроде бы как он надежный здесь замок застегиваешь и здесь вот фиксируется все замечательно так что надо будет еще добавлять добавлять еще один рюкзак поди еще один рюкзак и не оторвеку один парень ненадежно я думаю так что немножко чебуречков поджарила вот сейчас по чаёвничаем включу девочки попозже марина отключить пока пожалуйста наелись бегите в комнату сейчас зови его пошли дайте маме часть спокойно попить вам пока цвета ли болтала саша ты сказал что их возьмешь а сам не берешь слушай его ты вот с чего определил она подгузники ну беги пожалуй дайте мне дайте не надо никаких конфеток ему нет до свидания до свидания дайте мне чаю попить горячего и двери желательно закрыть наконец-то посидеть спокойно все же ничего не хочется делать сегодня у нас был ранний подъем и погулять сходили и много чего сделали в общем работы саша закройте двери ты отвлекаешь очень сильно откликаешь но все конфеты буду есть вкусные конфеты надо будет еще сладости прикупить показала девочки рюкзак он же муж тоже не видел я вчера в общем вечером это все складывала собирала в сумку думаю войдет не войдет подарки отдельно наши вещи отдельно у детей вещи отдельно что нас много сумок много короче будет трындец чебурики убрать на готовила на сегодня и на завтра надеюсь я завтра не готовлю так что кто не любит поездки девочки я вспоминаю вспоминать свое детство мое детство до трех лет я жила в деревне каменского района сердцовской области а после трех лет до семи лет до школы мы катались туда-сюда туда-сюда везде в общем так что очень прекрасное детство я очень любила ездить на автобусе на поезде смотрела в окно и мне очень это все нравилось так что мы дети будут довольны не важно зима это или лето ну кому напряжено родителям обычно детям это в радость я так думаю потому что мы сегодня тоже сидим таки я группа едем с двумя малышами матвейка сидит здесь и говорит а я уже большой так что вот так 33 года четвертый он уже большой так надо кулечки убрать сейчас пошла так девочки очень все посуды гора значит перемывать эту посуду на убирать лишнее управляться в общем работы вот так ноги протянуть ничего не делать как пишут что они там камера отключила и легла пола да нет девочки некогда валяться тут на посуду смотрю сейчас аж марта шмарище шестерка там в том доме надо стирочки стирать и посуду убирать так что все я на этом с вами прощаюсь всем вам огромного добра добра желаю как прошлый раз огромного спасибо и до скорых встреч ну что у нас у нас выходной день вот так у нас пролетел незаметно дни летят просто мгновенно просто мгновенно девочки на погоду у нас слава богу более-менее так тепленько снежок идет чудесная погода так бы собрался и погулял куда-нибудь подальше сходил ну вы с ребятишками тут прогулялись по округе подышали воздухом и достаточно так что вот так пока пока девочки конфетки бараночки вкусные конфеточки вот эти профиля они убрала холодильника они подтаяли поубирала девчонки прошлый раз показывала кулечки в праздничные складывала но это просто показала да как вариант что конфетки так сладкий подарочек но по убирала все надо будет сейчас еще прикупить потому что вот стоит и она все мягонькая убирать надо холодильник убирать все убирать